Список ценных градоформирующих объектов может быть утвержден до конца года. Ход реализации проекта реновации «Территория исторического поселения регионального значения городского округа Самара» стал главной темой обсуждения на тематической секции градостроительного совета при губернаторе Самарской области. Историческое поселение регионального значения – это найти компромисс всегда. Очень сложный компромисс и сохранить, и дать возможность развиваться. Это очень тонкая, очень сложная задача. Формально заказать работу на стороны, которые умеют это делать, умеют правильно согласовать с федеральными экспертами и так далее, это можно сделать, но мы понимаем, что это будет не наша городская среда. Мы получим просто большой запрет на всю территорию. И это будет большой памятник один. Наша же задача, с учетом всех мнений, очень бережно проанализировать каждый участок. Большая работа была проведена по объединенным зонам охраны объектов культурного наследия. Сейчас проект находится на государственной историко-культурной экспертизе. На сегодняшний день утверждены границы исторического поселения. Частично утвержден предмет охраны исторического поселения, рассказал исполняющий обязанности руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стофеев. Это была цитаническая работа, которая на протяжении нескольких месяцев, опять же, ее никто не затягивал. Участниками этой рабочей группы была как и администрация города, так и структурные подразделения правительства области, общественные организации и профессиональное сообщество. Предложение учли в новом варианте проекта. В ведомстве рассчитывают, что в ближайшее время он будет одобрен федеральными экспертами, и объединенная зона охраны будет утверждена. Это станет отпоровной точкой для принятия дальнейших решений, которые уже сейчас тщательно готовятся. После утверждения объединенных зон охраны объектов культурного наследия будут определены градостроительные регламенты в границах исторического поселения и внесены соответствующие изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки города. На сегодняшний день завершена работа по формированию списка ценных градообразующих объектов, и до конца следующего года он будет направлен на утверждение. Несмотря на то, что на сегодняшний день, как уже было сказано, эта часть предмета охраны не утверждена, мы с этим работаем и считаемся, как уже совершенный вопрос и сложившийся факт. Примером тому может служить корректировка на сегодняшний день начатых городских программ по оселению и сносу аварийного жилья, которое было, к слову сказать, сформировано еще в 17-18 годах. Естественно, тогда никто не мог подозревать, какие из этих объектов станут ценным в историко-архитерном отношении. Подвел итоги тематической секции градостроительного совета ее руководитель, почетный архитектор России, заслуженный архитектор Самарской области Леонид Кузеров. На сегодня подготовлено все, есть последняя, окончательная редакция объединенной зоны охраны. Все уже сделано, согласовано, найден консенсус по всем вопросам. Два месяца назад уже последняя редакция передана сообществу экспортов, которые должны одобрить или нет. Максим Магомедов, Константин Головин. События.